всем привет с вами investfuture друзья я всегда говорю что у нас классная и сильная команда сейчас на рынке непростая ситуация и я пришла к ребятам с вопросом как думаете что сейчас покупать и ребята что сделали практически поругались одни предлагают акции другие облигации ну давайте обо всем по порядку и начнем мы с общей картины финансовых рынков но сначала небольшой анонс от партнера нашего выпуска тиньков там запустили акцию инвестируй в золотые активы и получи билет который будет участвовать в розыгрыше каждая вложенная тысяча рублей превратится в один билет а за каждого приведенного друга можно получить до 10 билетов больше билетов больше шанс выиграть приз 20 августа тиньков определит тысячу главных победителей которые получат слиток чистого золота с доставкой на дом и самое главное эта акция беспроигрышная все участники получат гарантированный приз ювелирное украшение от соколов в чате приложения вы можете отправить промо код он в описании и получить акцию в подарок по ссылке в описании друзья вы найдете все детали ну а мы переходим к рынку ну что же индекс мосбиржи что-то приуныл и больше кажется склоняется к падению основной виновник это конечно же газпром антон силуанов министр финансов уже сделал заявление для инвесторов о том что временный отказ от дивидендов отнюдь не означает что в следующие годы такая практика будет продолжена но наше инвесторское сердце разбито и прежних чувств уже не вернуть все уже раньше надо было прощение просить при этом по данным цбфи злится несмотря ни на что увеличили вложение в акции газпрома на 100 миллионов рублей и это наибольший вес по акциям голубого гиганта кто эти люди напишите в комментариях кто нарастил позицию по газпрому признавайтесь вторая важная новость торги на гонконгской бирже теперь доступны частным инвесторам лично я покупать их в портфель пока не готова я настолько смущена происходящим что боюсь даже брать расписки фикс прайса x5 потому что это расписки про инфраструктурные риски гонконга мы подробно с вами уже говорили в отдельном видео оставлю ссылочку под видео внизу ну а если у вас друзья другой аппетит к риску то на нашей платформе и в плюс недавно прошли инвест комы которые посвящены как раз подробному разбору китайских эмитентов можете их посмотреть ссылочки есть под этим видео согласно отчету центробанка на рынке наметилась несколько тенденций с апреля по июнь банки продали валюты на 2 триллиона рублей а одними из основных покупателей стали граждане они закупились валюты на 0 4 триллиона рублей и это стало рекордом за последние три года но кто купил еще 1 и 6 триллиона вопрос юань становится все более популярным друзья оборот торговли китайской валюты в июне вырос в 16 раз по сравнению с маем обратите на это внимание на юань пришлось больше 10 процентов торгов на валютной бирже и цб сказал что это связано с развитием торговых отношений россии и китая фондовый рынок держится на физиках объемы торгов упали почти в пять раз по сравнению с февралем на физиков сегодня приходится почти три четверти торгов акциями российские инвесторы не в состоянии обеспечить нормальную ликвидность на российском рынке поэтому сейчас видится что пациент скорее мертв чем жив наличие большого числа физиков порождает другую проблему повышается риск всевозможных манипуляций настроениями толпы поэтому будьте внимательно не совершайте импульсивных покупок особенно на выходе позитивных новостей и слухов ну например слишком уж часто вы стали выходить новости о том что вики может что-то там купить и ключевое слово здесь именно может то они могут купить онлайн кинотеатр иви то суточно точка ру то вики может купить авито а теперь еще и skyeng разнообразие предпочтений но действительно поражает от кинотеатра до школы что еще может купить вики представьте себе такой заголовок вики может купить twitter как тебе такое илон маск появляется такая новость и акции просто ракетой и неважно что покупки в итоге не произойдет что еще но в целом фондовый рынок находится в состоянии такой глобальной неопределенности и особенно сильно она в отношении представителей сырьевого сегмента с одной стороны все чаще звучат прогнозы о надвигающейся рецессии и теперь уже не только на американском рынке но и допустим на рынке китая там мы строительный сектор находится в довольно плохом положении и он может потянуть за собой вниз экономику не только китайскую и обрушить в результате цены на сырье ну и собственно посмотрите ценами то на металлы уже падают кроме того продолжаются разговоры об очередном пакете санкций ну а еще нас ждет загадочное внеплановое заседание госдумы которое состоится в эту пятницу ну и конечно друзья если мы говорим о российском рынке то здесь один из ключевых факторов непредсказуемости это курс рубля если рубль действительно намерены девальвировать то акции экспортеров могут быть привлекательны но удастся ли это и какой ценой эта девальвация будет производиться вопросов все еще больше чем ответов друзья вы меня спрашивали тут как дела с моими инвестициями в фонд pnk rental давайте я про это расскажу а потом мы перейдем к инвест идеям от нашей команды pnk я напомню это фонд индустриальной недвижимости с доходом от арендных платежей и каждые три месяца фонд присылает мне результаты инвестиций и вот сейчас кстати появилась у них еще одна новая форма это отчет об инвестиционном доходе фонда эта форма показывает сколько денег получили сколько потратили и какой доход распределяется по выпущенным паям из отчета мы с вами видим что финансовый результат фонда за второй квартал почти 155 миллионов рублей паев всего чуть менее трех миллионов штук а сумма выплаты на пай получилось 52 рубля 13 копеек как мы видим доход от аренды за минусом инфраструктурных расходов полностью идет на выплату инвестора во втором квартале доход кстати превысил прогнозные значения которые были 48 тире 51 рубль доходность фонда во втором квартале составила 16 3 процента годовых это связано со сделками купли-продажи объекта в фонде было продано здание на 15 процентов выше стоимости покупки и прибыль более 200 миллионов рублей и сделка по продаже объекта капитализировалась в стоимость пая на смену проданному фонд приобрел новый объект по выгодной цене и с большей доходностью целевой рентный доход в третьем квартале может еще подрасти прогнозируется на уровне 52 54 рубля на пай сейчас что еще кстати важно в ближайшее время инвесторов ждет переход с ежеквартальных на ежемесячные выплаты ну а получать доход чаще согласитесь всегда приятно что по моим итогам за второй квартал у меня 36 паёв стоимость портфеля вместе с начисленным за квартал доходом и остатком 65 тысяч 120 рублей выплаты дохода на пай как я сказала 52 рубля 13 копеек и мой доход за второй квартал в итоге составил почти 1877 рублей он будет реинвестирован в покупку дополнительного пая доходность начала инвестирования 15 тысяч 120 рублей это плюс 30 процентов и это 19 процентов годовых буду рассказывать и дальше про свой портфель а пока оставлю ссылки и тикер на мосбирже в описании к этому видео ну собственно давайте теперь перейдем к моему портфелю на фондовом рынке я расскажу как поругались наши аналитики я сегодня пополняю свой ленивый портфель на 12 половиной тысяч рублей и вот когда мы обсуждали что можно купить мы не нашли консенсуса например наш аналитик андрей решил поискать дивиденд на истории сегодня на улице довольно скверная погода льет дождь все очень серое хмуро и напоминает погода на сегодняшнем фондовом рынке когда все валится и я так подумал что было бы неплохо посмотреть какую-то или придумать какую-то инвест идею которая бы выглядела довольно консервативно и могла бы сработать в каком-то там будущем год-полтора и мне показалось неплохой компания россети центра и приволжья эта компания которая занимается передачей электроэнергии сетевая компания работает центральном и привозском регионе у компании примерно 50 на 50 потребителей физических и юридических лиц растет слабо 2-3 процента в год но платит неплохие дивиденды 14 половиной процентов после вычета налогов и вот в преддверии снижения процентных ставок мне кажется это очень интересная идея и консервативный как я уже говорил то есть если мы предположим что через год-полтора у нас будут довольно низкие ставки типа 7-8 процентов то компании с высокими дивидендами могут стоить дороже вот например центры приволжья могут может стоить на процентов на 40 наверное дороже плюс по пути вы получаете 14 процентов дивидендов что очень даже неплохо но иногда конечно все может пойти не так бесплатный сыр настолько мышеловки мир все-таки катится в рецессию и если затронет это россию то может случиться так что граждане не будут в состоянии выплачивать свои счета за электричество компании тоже будут закрываться и не будут в состоянии платить и не прибыль компании упадет это риск в этой идее могут например не так агрессивно снижать процентные ставки тогда вы просто будете получать 14 15 процентов дивидендов что на мой взгляд довольно неплохо но в текущих условиях акции многим кажутся рискованной историей и я наверное тоже к этой же категории людей отношусь для осторожного инвестора я считаю сегодня рынок акции российские находят не должен представлять особое внимание в силу его высокой волатильности и неопределенности как рынка акций так и в целом всей экономики поэтому наибольший приоритет для меня например остается в нынешних условиях это рынок инструментов с фиксированной доходностью облигаций и с относительно короткой дюрации и с низкими либо умеренными кредитными рисками исходя из этих параметров я сейчас вижу например два размещения которые могут быть интересно такого типа инвесторов это первое это бумаги мтс банка трехлетний 5 миллиардов размещается в течение ближайших собираются заявки в течение ближайших дней и следующая миссия это бенофарм это тоже группа компания фк система двухлетней бумаги заявки собираются 19 июля компания имеет банк имеет рейтинг а минус от эксперта бенофарм имеет рейтинг а относительно короткие дюрации доходность будет порядка ожидается порядка 11 процентов это двух с половиной процентов премии к офз на мой взгляд это может быть достаточно оптимальным сочетанием умеренного кредитного риска неплохой потенциальной ликвидности из-за того что это большие размещения мтс банк означает опять миллиардов бенофарм на 3 и в принципе это относительно высокие рейтинги неплохая доходность и потенциально может быть неплохая ликвидность в стакане вторичная ликвидность такое мое мнение такие идеи мне кажется сейчас действительно относительно безопасными но реальная доходность то есть за вычетом инфляции отрицательной и это конечно большой минус во всех смыслах этого слова особенно если в ближайшее время инфляция не покажет значительное снижение к спору аналитиков подключился даже наш операционный директор ваня шибанов коллеги всем привет вижу что разворачивается серьезная дискуссия по поводу покупок в инвестиционный портфель выражу свою точку зрения первое лучше воздержаться такие от покупок до нормального новостного фона во вторых я рекомендую воздержаться от покупок облигаций кривая без купонной доходности сейчас 8 процентов при годовой инфляции около 17 процентов по-моему это кошмар и катастрофа в третьих на рынке акций сейчас мало интересных вариантов поэтому я предлагаю сделать ход к нему купить то что всегда было дорого я предлагаю купить новотек какие причины первое у нее большие у компании большие инвест проекты запущен ямал спг в работе артик спг 2 у компании большие запасы газа широкий набор лицензий во вторых компания растущие и компания привержена зеленой повестке к ней придется вернуться однажды в третьих топ-менеджмент адаптивный нейтральный и адекватный в четвертых компания уже развернулась на рынке азии у нее есть первые поставки из ямал спг в азию через берингов пролив напрямую в пятых компания выигрывает от высоких цен на газ и у нее очень рентабельные проекты шестых новотек сейчас стоит очень дешево по мультипликаторам он стоит 4 ебеда это дороже газпрома но кого теперь это смущает какие есть риски риск первый артик спг 2 может оттянуться во времени могут быть сложности с запуском оборудованием и прочим во вторых план работы по северному морскому пути может оказаться дороже чем компания думает сейчас и рентабельность проектов будет ниже чем они предполагают и закладывают свои модели ну и в третьих может вмешаться политический фактор или упасть цены на газ в результате разрешения конфликтов я думаю что временные горизонты для этой покупки они довольно длинные нам придется ждать там от двух до пяти лет для реализации позитивных сценариев но я думаю что цена в две две с половиной тысячи рублей за акцию вообще не кажется фантастической и не забывайте наша задача сберечь капитала не только его приумножить поэтому если риски вам кажутся слишком высокими они действительно высокие то следует даже дождаться другого новостного фона также есть вроде бы хорошие компании но со значительными рисками инфраструктурными выбор пал на расписке x5 аргумента 2 1 интуитивно кажется что надо вкладываться по старинке сырьевой сектор он самый главный в россии самый важный и так недооценен но на сегодняшний день он слишком много шоков стресса и неопределенности приносит именно по нему бьют санкции второй момент на мой взгляд не пройден риск инфляции несмотря на то что доносятся разговоры чуть ли не о дефляции в россии но тут же мы слышим разговоры о том что рубль слишком крепкий что рубль надо девальвировать сильный рубль плох для экономики и на прошлой неделе мы наблюдали что-то вроде валютной интервенции сильного движения на валютном рынке поэтому не исключено что будет какой-то очередной сильный скачок доллара по отношению к рублю и снова мы окажемся в ситуации инфляции поэтому я выбираю защитный сектор продуктовый ритейл ориентированы на внутренний рынок соответственно у него меньше рисков пострадать от санкций почему x5 потому что это депозитарные расписки и именно потому что это депозитарные расписки они стоят намного дешевле чем акции магнита дело в том что компания-эмитент иностранная и это акции иностранной компании причем в недружественной юрисдикции но сейчас уже стало понятно что как-то эту проблему подобные эмитенты будут решать например частично решил проблему фикс прайс перенеся юрисдикцию с британских виргинских островов на кипр и я думаю что аналогичное решение будет по распискам x5 с каким-то образом компания найдет выход из этой ситуации в общем как вы видите друзья мнение членов нашей команды кардинально разный поэтому выбор мы оставили за вами нашими подписчиками в портфель мы добавим два варианта с наибольшим количеством голосов и мы провели опрос в нашем основном телеграм-канале инвестфьюча кто у нас побеждает это новотек и это предстоящие размещение бенофарм группы мтс банков сбор заявок по ним пройдет 15 и 19 июля так что готовлюсь ну что друзья и вот рассказала вам что думают в нашей команде надеюсь было интересно у меня на этом сегодня все пишите в комментариях какие инвест идеи вам приглянулись и почему а может быть вы предложите что-то свое альтернативное на ваш взгляд более интересное в текущей ситуации друзья с вами была команда инвестфьюча и я кира юхтенко всем пока и до новых встреч а